Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия Нюргустана Пахомова. Нюргустана Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот уже почти полтора года у нас реализуется закон о дальневосточном гектаре. Расскажите, как в целом реализация закона проходит у нас на территории? Хотелось бы знать в первую очередь статистику и сколько желающих приехать в Якутию? На сегодня у нас подано 18 910 заявок, это статистика на сегодняшнее утро, и заключено 5 280 договоров. Это по тем договорам, которые были приняты на рассмотрение. Из других регионов Российской Федерации к нам поступило 242 заявления. И по ним у нас заключено 26 договоров. То есть это вот такая прямая статистика, которая на сегодня имеется. Но у нас есть особенность в том, что на территории Республики сейчас более 2000 заявлений находятся на руках у пользователей для подписания. Поэтому была большая просьба, если вы получили такие договоры, направить их срочно обратно в уполномоченные органы. То есть получается все-таки желающие приобрести дальневосточный гектар больше на Дальнем Востоке, да, пока? Ну, самое большое количество таких заявлений у нас на территории Приморского края. И, соответственно, там и большое количество заключенных договоров у нас на территории Хабаровского края. То есть здесь немножко по-другому все. Ну, во всяком случае, Якутия является лидером по оформлению этих договоров и по подаче заявок. Скажите, пожалуйста, каким образом будет происходить создание инфраструктуры на этих местах? По созданию инфраструктуры здесь у нас инфраструктура в соответствии с законом предусматривается на территориях, которые удалены от границ населенного пункта не более 20 километров при концентрации поданных земельных, ну, заявок, да, то есть при концентрации земельных участков. При этом вот на днях мы получили поручение от постоянного представителя президента Российской Федерации о том, чтобы в программах социально-экономического развития регионов Дальнего Востока было предусмотрено финансирование таких работ 50 на 50. То есть это 50% из федерального бюджета и 50% из бюджетов субъектов Российской Федерации. То есть это должно быть заложено в бюджетах субъектов и в федеральном бюджете. Вот через 5 лет, когда закончатся условия безвозмездного пользования этим Дальневосточным гектаром, скажите, по каким ставкам людям придется платить земельный налог? По обычным. То есть сейчас вы же знаете, в соответствии с действующим налоговым кодексом, налоговые ставки у нас устанавливаются органами местного самоуправления. В зависимости от того, на каком виде разрешенного использования используется земельный участок. То есть для сельхозпроизводства, для строительства жилых домов, для садоводства, огороднического ставка, максимальная ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости. И получается, что в целом у нас за 1 гектар такая ставка, если у нас 2280 тысяч 1 гектар стоит, то стоимость там состоит порядка 8 рублей за гектар, если это при максимальной ставке. Для жилого фонда это будет за 1 гектар где-то около 1000 рублей, потому что там такая стоимость идет. А для других видов разрешенного использования, там тоже будут все эти ставки устанавливаться, но уже максимальный размер будет 1,5%. 1,5% и смотря от площади земельных участков. То есть кадастровая стоимость, она же зависит от категории земельного участка и от вида разрешенного использования. Соответственно, а налог зависит от кадастровой стоимости. Поэтому чем больше участок, соответственно, налог пропорциональнее тоже. А возможно ли такое, что именно северянам, допустим, будут какие-то, ну не то, что там, льготы, может быть? Ну, 5 лет же мы так безвозмездно пользуемся, правильно? За 5 лет мы безвозмездно используем земельный участок, не оплачиваем за этот период ни одной копейки фискальных взносов. И за 5 лет мы принимаем решение, нам нужно это или нет. Соответственно, если мы решаем для себя, что нужно, то, конечно, есть время и оптимизировать площадь, и выбрать нормальный вид разрешенного использования, чтобы не обременять себя непосильными налогами или арендной платой. Скажите, а в большей степени по каким видам деятельности заявляются граждане? Ну, в настоящее время нужно отметить, что очень много граждан, которые не выбрали вид разрешенного использования, но тем не менее у нас преобладает вид, граждане в основном выбирают для строительства жилого дома, дачи и сельхозпроизводства. То есть в основном так. Также у нас есть туризм и предпринимательство. То есть каждый волен выбирать то, что ему по душе. Больше всего сельскохозяйство, да? Нет, строительство жилого дома и сельское хозяйство получается. На начальном этапе возникали трудности в получении этого дальневосточного гектара в связи с тем, что кадастровые данные были введены некорректно. То есть шла накладка территорий. Сейчас как-то урегулировали систему? Ну, вы понимаете, что данная система является федеральной информационной системой. Соответственно, все ресурсы, которые используются в данной информационной системе, они федеральные. И здесь у нас шла некорректность данных публичной кадастровой карты и картографической основы. Соответственно, в республике такое смещение отмечалось наибольшее из субъектов Дальневосточного федерального округа. И работа у нас проводится и по настоящее время проводится. Основная часть смещения, конечно же, более-менее исправлена, но она находится на тех территориях, которые не предназначены для предоставления. То есть это север в основном нашей республики. Та работа, которая сейчас ведется Росреестром, она, конечно, незаметна, может быть, для большинства, но она ведется, и мы это отмечаем тем, что у нас количество отказов снижается. — Скажите, такой, можно сказать, житейский вопрос. А если, допустим, были ли такие случаи, когда человек подает заявку на определенную территорию, а она уже как бы занята? — Это как раз и касалось вот этих смещений данных Росреестров. — То есть только в смещениях это было? — Это только в смещениях было. — Я имею в виду споры, допустим. Я хочу тоже именно на этом месте. — Ну и плюс у нас же есть земельные участки, которые были предоставлены без кадастрового учета, ранее учтенные земельные участки. Соответственно, сейчас мы ведем работу по их декларированию. То есть граждане могут подойти в орган местного самоуправления и преподнести какие-то документы, которые у них есть на руках, чтобы орган местного самоуправления это задекларировал. Соответственно, эти данные будут внесены тоже на ФИС Дальний Восток, и подача заявлений на уже заявленные территории, которые имеют пользователя, она прекратится. Но это проблема только для тех, кто не поставил на кадастровый учет. Эта работа у нас продолжается второй год. — А есть у нас уже такие граждане, которые начали осваивать свои гектары? — Да, у нас есть такие граждане. И в республике, кроме того, что мы предоставляем Дальневосточный гектар, мы еще предоставляем дополнительный Якутский гектар. И у нас еще идет меры поддержки. Меры поддержки у нас в основном в этом году. Они пошли через Министерство сельского хозяйства. Там были предоставлены субсидии. Это общедоступные субсидии по строительству каневодческих баз и по начинающему фермеру. Соответственно, там были из участников программы Дальневосточный гектар, там есть 24 получателя. — Какая всего площадь в республике задействована под этот гектар? И планируется ли увеличение? Я сейчас об охотугодьях. — Давайте начнем с конца. По охотугодиям у нас несколько иная ситуация, чем в других регионах. В других регионах, пользуясь прошлой редакцией закона, территории охотугодий были полностью закрыты, так как эти охотугодия у нас использовались на основании охотхозяйственных соглашений. В республике, к сожалению, охотхозяйственные соглашения были заключены только тремя пользователями. Соответственно, у нас в прежней редакции закона ни одно охотугодие не было закрыто. Сейчас, когда поменяли редакцию нормы, это возможность уже закрывать территории, но в определенных размерах предоставлено уже всем пользователям охотугодий, которые используют охотугодие в соответствии с 209-м законом. И тут у нас попадает пользователь долгосрочных лицензий и охотхозяйственных соглашений. Таких у нас пользователь республики 365, и они в настоящее время уже изъявили свои желания, те, кто хотят закрыть территорию от участия в 119-м федеральном законе. И площадь таких территорий, установленную указом главы, это в случае отсутствия внутрихозяйственного охотустройства, это 5%. А в случае наличия охотхозяйственного устройства, это в соответствии с теми схемами, которые были приняты и утверждены. Всего в настоящее время у нас закрыто 1,269 млн гектаров. Из них чисто закрытыми, то есть без учета других слоев, которые у нас закрываются, это 600 тысяч дополнительно закрытых территорий. В целом у нас территория республики, которая участвует в реализации закона, это 78 млн гектаров. Это 25% территории. То есть 1,4% от территории республики участвует в реализации этого закона в настоящее время. Скажите, а ставит ли Якутия какие-то еще нововведения по данному законопроекту? Ну да, мы планируем. И это касается в основном, конечно же, земель сельхозного значения. В связи с тем, что у нас есть заявки органов местного самоуправления, которые, к сожалению, не получили одобрение в свое время в Рослесхозе в части расширения территорий населенных пунктов за счет территории лесного фонда. И вкупе с вновь принятым 1080 федеральным законом, так называемой лесной амнистией, когда земельные участки ранее предоставлены из лесного фонда, они признаются участками населенных пунктов. И плюс у нас идет реализация дальневосточного гектара, чтобы территории между таким участками переводились в земли населенных пунктов уже по более упрощенной схеме. То есть это наше основное предложение, которое мы в настоящее время реализуем. Плюс у нас идет реализация, то есть предложение по контролю за выносом земельных участков, по предоставлению инструмента для органов местного самоуправления для исправления границ уже предоставленных земельных участков с учетом документов территориального планирования. Ну и ряд таких изменений, которые касаются именно работы специалистов федеральной информационной системы, то есть удобства работы специалистов федеральной информационной системы. Аня Аргустана Николаевна, очень коротко, скажите, а коллективные заявки активно у нас оформляются? Прям буквально 5 секунд. Да, у нас самое большое количество коллективных заявок, 4245 заявок. У нас самое большое количество. Благодарю вас за беседу. И нашим зрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях была заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Сахая-Якутия Нюргустана Пахомова. Оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно обсудим самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова